Представляете, невыспавшиеся люди могут стать угрозой обществу. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за выходные. Как хищные улитки могут помочь диабетикам? Что поможет появлению жизни на Марсе? Хаббл нашла галактику, состоящую только из старых звезд. Привет, с вами Денис Никулин, и вы смотрите Science News на Кверте. Сколько человек может продержаться без сна? Рекорд 11 дней и ночей. Но чем это может грозить? В этом помогли разобраться ученые из Нью-Йорка. Более 800 добровольцев разбили на две группы. Одним давали спать по 6 часов, другие не получали даже этого времени. Испытуемых обследовали на томографе, анализируя работу мозга. Оказалось, что люди из обеих групп демонстрировали признаки сна в буднее время. Но нашлась существенная разница. Когда испытуемых оставляли в покое, первая группа погружалась в дремоту. Но вторая группа переходила в режим глубокого сна при первом удобном случае. Так почему же ученые из Юты объявили невысыпающихся людей угрозой для общества? Если человек способен заснуть в любой момент, он представляет опасность за рулем, либо за пультом управления крупной техникой. Ложитесь спать вовремя, и все будет в порядке. Как охотятся хищные улитки? Они впрыскивают инсулин рядом с жертвой, после чего у будущей еды резко снижается уровень глюкозы, и она не может двинуться с места. Но как это поможет больным диабетам? Инсулин, вырабатываемый у людей в поджелудочной железе, начинает действовать через час. Это слишком долго. Если концентрацию глюкозы нужно сбросить быстрее, помогают медицинские препараты. Но и тут скорость ненамного быстрее. 20-30 минут. Вернемся к улиткам. А что, если их инсулин действовал бы так же долго? Пища успевала бы уплыть. На спасение пришла эволюция. Хочешь кушать? Беги быстрее. Улитки сумели избавиться от Б-цепи инсулина. В организме человека такая связь, по оценкам авторов, начинала бы действовать через 5 минут. Но использование инсулина хищных улиток исключается, так как по силе она слабее человеческого. Есть, правда, шанс, что эти наблюдения, в особенности гормона конусов, помогут модифицировать молекулу человеческого инсулина. Может ли появиться жизнь на Марсе? Ряд ученых утверждает, несомненно. Из-за землетрясений. Или Марсотрясений. Вследствие сейсмической активности, в общем. Шон Макмагон из Ельского университета утверждает, что водород может появляться в горных породах в момент землетрясения. Трения должно хватать на образование нужного количества газа, которого будет достаточно на рост микроорганизмов возле больших разломов. Ученые изучили образцы необычных горных пород на Земле, появившихся после падения астероидов и метеоритов. Химический анализ показал наличие в слоях породы воды, углекислого газа и водорода. Такие условия пригодны для существования анаэробных бактерий, то есть микроорганизмов, способных жить без кислорода. По мнению ученых, те же процессы могут происходить и на Марсе. Значит, там могла зародиться жизнь. Несмотря на отсутствие на Марсе геологических процессов, его недра остывают и сжимаются, что может приводить к землетрясениям. Правы ли ученые станет известно в 2018 году, когда к Марсу отправится модуль InSight. Он определит, происходят ли на Марсе сейсмические толчки и выделяются ли в результате необходимое количество водорода. Насколько известно, звезды образуются из пыли и газа. А что, если их не будет? Не образуется новое светило. А куда они могут пропасть? Их может засосать черная дыра. Что и случилось в галактике PGC 83677. Она является линзовидной. Это значит, что галактика потеряла значительную часть заполняющего диск вещества. Обычно в таких галактиках не образуются новые звезды, а только догорают старые. По краям она похожа на все остальные. Однако, ее центр выглядит необычно. Астрономы считают, что внутри галактики находится огромная черная дыра, которая сделала ее линзовидной. Поставь большой палец вверх, если понравился выпуск. И подпишись, чтобы не пропустить свежие новости. До встречи на Кверте! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ